Здравствуйте! В студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Горном районе в больницу доставили 54-летнюю местную жительницу. Пострадавшая получила многочисленные удары по голове, а в пациентке наложили более 20 швов. В ходе разбирательств установили, что в одном из сел района 31-летний сын потерпевшей пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Между родственниками произошла ссора. После словесной перепалки сельчанин толкнул мать, а затем нанес несколько ударов по лицу ногами. При этом обувь злоумышленника была с шиповкой. От многочисленных ударов женщина потеряла сознание. Скорую вызвала сожительница злоумышленника. Ранее 4 судимого отпуска доставили в отдел полиции, где в ходе разбирательств он и признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. Сразу 4 ДТП произошло в Алдане за один день. Предположительно из-за гололеда. Пострадавших нет. В столице республики в выходные произошло два наезда на пешеходов вечером 10 марта на улице Лермонтово на парковочной зоне Ледового дворца Лейбатур. Водитель 58 лет, управляя автомашиной Тойота Королла Филдер, совершил наезд на 18-летнего пешехода. Пострадавшая девушка рассказала, что упала, поскользнувшись на землю, ударилась головой и через несколько секунд почувствовала сильную боль в левой ноге. Увидела, как автомашина серого цвета проехалась по ней. После услышанных криков водитель вышел и сказал, что не заметил и предложил отвезти ее в травмпункт. Медицинское освидетельствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков. Еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло на следующий день. Водитель Тойоты Суксид следовал по улице Жерницкого, где и совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате последний получил перелом ребра. Ему назначено амбулаторное лечение. Госавтоинспекция призывает пешеходов и автолюбителей соблюдать правила дорожного движения. После ДТП с участием такси, унесшего жизнь четырех человек, сотрудники регионального Ростехнадзора и МВД Якутии начали совместную профилактическую операцию по выявлению нелегальных таксистов. Операция такси пройдет с 12 марта по 13 апреля. Напомним, 9 марта на федеральной автотрассе Вилюй в Горном районе столкнулись самосвал и микроавтобус. Четыре человека погибли и девять пострадали. Пожар в жилом доме. Вчера вечером на пульт диспетчера 01 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на проспекте Ленина в городе Нерюнгре. В результате пожара огнем поврежден кухонный гарнитур на площади 4 квадратных метра. Пожарные эвакуировали одного человека. Причина – виновный и ущерб устанавливаются. Сегодня, 12 марта, в России отмечают День работника уголовно-исполнительной системы. Сегодня в составе службы и исполнения наказания Якутии 12 учреждений. На территории республики расположен один следственный изолятор, семь исправительных колоний с особого, строгого и общего режима, а также колония поселения номер 2 и лечебно-исправительное учреждение номер 5. За организацию пропускного режима, за недопущение побегов осужденных отвечает отдел охраны. Кропотливый труд сотрудников сопряжен с принятием исключительно мужественных решений. В Нерюнгре выясняют обстоятельства драки с аварией на улице Карла Марца. Видео появилось в социальных сетях. На этом у меня все. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин